В эфире программа «В центре внимания». Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. И герой нашей сегодняшней программы выложил дорогу к мечтам, лепестками рос и не прогадал. В студии мальчик, который своей смекалкой заработал на велосипед. И о инициативе и детской целеустремленности мы сегодня поговорим с Романом, с его мамой Викторией, с психологом Сергеем Нападием и также со студентами, с Анастасией и с Данилом. Здравствуйте! А для начала я предлагаю зрителям напомнить эту трогательную и милую историю. Рома мечтал о велосипеде несколько лет. Меня зовут Рома, мне 12 лет. Я уже два года коплю на горный велосипед. У меня осталось там немножко. И сам зарабатываю на них. Мальчик настолько хотел горник, что придумал трогательную и прибыльную акцию. Он вышел на улицу и стал продавать лепестки рос. Когда это увидели взрослые, они не смогли не помочь. Наконец-то сегодня совершилось Роме на мечта. Ему подарили горный велосипед. Он был обладательный и замечательный велосипеда. Ром, как настроение? Клёво! Как ощущения обладания новым велосипедом? Клёво! Как давно ты о нем мечтал? Могу, да! Копил на него? Да! Ясно. А в итоге купил или тебе подарили? Подарились! Ну, круто! Круто! Кто подарил-то? Дядь Саша! Дядь Саша! Дядь Саша, мои друзья и мои знакомые, я лично от себя всем благодарен. За то, что поддержали этого парня и воплодили его мечту. Я думаю, все будет очень круто. Дай пять! Дай пять! Дай пять! Рома наверняка запомнит это на всю жизнь. И когда-нибудь, может, он уже сам исполнит мечту другого такого же мальчишки. Рома, ну ты знаешь, что ты теперь в какой-то степени народный герой? Что люди тобой восхищаются? Как ты справляешься с этой славой? Чувствуешь ее? Да. А можешь вообще рассказать, как тебе идея в голову-то это пришла, продавать лепестки роз? Ну, что ты на меня смотришь? Ждет? Ждешь. Не знаю. Ну, давайте, мама начнет, а Рома продолжит. Мы снимаем дом, у нас просто у хозяина держит свою теплицу. Она обрывает розу, чтоб не нужно. Ну, вот он и решил собрать. Жалко выкидывать. Вот он подошел, говорит, мама, можно? Я говорю, ну попробуем, может что-то получится. Вот так и получилось. И так? И вот получилось. Я продавала неделю. Там подходили, смотрели, выбирали, покупали. Угу. То есть у тебя покупали достаточно часто люди? Да. А по сколько продавал-то? По 50-40 рублей. А как, почему так решил? Что такая цена? Потому что в пакетике их много было. Ну, смотри, ты же хотел горный велосипед. Он сколько стоит? Он 30 тысяч. 30 тысяч. Ты посчитал, через сколько людей? И через сколько лепестков роз ты накопила? Плюс я еще бабушки накопил. Накопил. Мне сделали в Дунай скидку на него. Ясно. То есть все, звезды сложились для тебя благоприятно. А чему эта история тебя научила? Как думал уже об этом? Я еще не думаю только. То есть еще впереди. Ну, вы, как мама, как отнеслись к такой инициативе? Ну, в принципе, я не против. Я считаю, что когда дети работают с маленьких, ну, не с маленьких лет, ну, в подростковом периоде, я считаю, что это достаточно нормально. Потому что сами начинали рано работать. Я к этому отношусь хорошо. Я его поддерживаю. Я думаю, даже помогли, да? И что все в его силах. Я скажу, что важно понять вообще, в принципе, что он хочет. Вот Рома красавчик, потому что он, во-первых, решил, что ему нужен велосипед. Вот. И он не стал. Ну, то есть он, естественно, обратился к родне сначала. Родня помогла, чем смогла. Дальше парень решил озадачиться, чем я могу сам себе помочь. И вот эта постановка вопроса, что я могу сделать сам, вот это умение посмотреть вокруг, посмотреть, какие ресурсы подвластны тебе, это замечательно. И он, может, еще сам Ром не совсем все понял, но мне кажется, сегодня вечером он ляжет, помечтает такой, проанализирует эти все дела и подумает о том, что можно еще придумать. Ну, то есть, может быть, все-таки это будет целое направление цветочного бизнеса. Может быть, это будет что-то связанное именно с велосипедом и с гонками. Задача нас, специалистов по профориентации, психологов, задача родителей, это вот сейчас вот этот замечательный интерес и такую классную ситуацию успеха, когда Ромку поддержали. Эту ситуацию не остановить, типа, ну все, а найти дальнейшую какую-то перспективу и помочь совершенствовать свои вот эти предпринимательские навыки. Потому что, ну это, естественно, шикарно, когда паренек делает что-то полезное для себя. Я думаю, он подает пример другим, потому что эта история действительно очень сильно растиражирована была в соцсетях, в некоторых СМИ. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. В чем ваш интерес? Алло, добрый вечер, у меня вопрос к Роме. Ром, отчего ты отказался ради мечты? Ну, может быть, сладости какие-то? В чем ты умерил свои аппетиты для того, чтобы, ну, достичь свои цели? Или не было такой экономии? Угу. Понял вопрос, да? То есть пришлось ли тебе экономить, скажем так, на себе ради велосипеда? Или не было этого? Не было. То есть, в принципе, все оставалось как есть, да, только дополнительно. Ну, а как же, допустим, твои друзья пошли гулять, а ты пошел на работу, так сказать? Вот этим ты не пожертвовал? У меня пока тут друзей нету. Ну, в смысле, одноклассники, например? Нету. Я... Просто он временно жил у бабушки, поэтому мы только забрали его сюда, и пока нет еще ни одноклассников, ни друзей. Все, поняла. То есть, в принципе, у тебя было свободное время, ты решил, почему бы его не потратить так? Да. Ну, здорово. А получается, за сколько дней ты собрал нужную сумму? Или тебе подарили, в конце концов? Мне его подарили. То есть, сколько дней ты продавал? Неделю. За неделю не было такого ощущения, что вот, ну, устал уже, может быть, не пол... Все время верил, да? Да. Сергей, хочу еще вот такого вопроса дать. Много ли среди сейчас молодежи таких подростков, которые целеустремленные, действительно добиваются своей мечты? Вообще, на сегодняшний день даже есть некая мода на предпринимательство. Есть целые движения, как на уровне нашего города, клубы примбис, клубы миллионеров. Есть бизнес-молодость, ребята, да, в Москве, которые вот этот предпринимательский дух стараются развивать в молодежи и объяснять, что зарабатывать деньги, это, во-первых, нормально, не стыдно. И здорово, если вы людям делаете что-то полезное, а в ответ... Даже с малых лет, тем более. Да, ну, и это замечательный возраст. 13 лет, и много ребят в возрасте Ромы, они пытаются уже там создавать свои аккаунты в Инстаграме, пытаться продавать какие-то вещи там с Алиэкспресса. Я думаю, скоро мы увидим в Инстаграме такой аккаунт, продаю лепестки, коплю на яхту. Да, Ромке, мне кажется, нужно еще проконсультироваться просто с предпринимателями чуть постарше, и они подхватят его дух, это здорово. Я надеюсь, что они нас сейчас смотрят, кстати, зрители тоже могут принять участие в обсуждении, у нас работает голосование, вопрос такой, нужно ли работать подростком, первый вариант, нет, наработаются еще, второй вариант, да, чтобы знать цену деньгам, и третий вариант, сейчас лето, пусть отдыхают. И здесь у нас есть представители уже студенчества, которые этот период, так сказать, прошли, да, и как вот у них, какой у них опыт, Данил? Работал ли ты в школе, был ли ты замотивирован на что-то получить денег? Да, когда я учился в школе, я работал, но я работал только летом для того, чтобы это не шло наперекор учебе, потому что все-таки первым делом для меня было именно учеба, получение аттестатов. Работа, сдача ЕГЭ, я думал только об этом, и я на самом деле очень восхищен поступком Ромы, потому что сейчас очень много детей сидят, скажем так, на шею у родителей, требуют с них что-то, Рома вот так взял в руки всю свою силушку, пошел продавать лепестки, он молодец, и это достойно уважения, заслуживает. А ты упомянул, что ты работал, где ты работал? На самом деле работал там, где пришлось, потому что мало куда брали детей, которые не достигли 18 лет, у которых не было опыта, и где-то подрабатывал, может, где-то помогал там отцу за какие-то там деньги, маме, тете, бабушке, то есть, ну, переходилось как-то, скажем так, перебиваться. Но я работал, да. Ну, ты можешь сейчас сделать какой-то вывод, проанализировав это, как это отразилось на твоей будущей жизни, на сегодняшний, вот этот опыт работы, который ты получил? Ну, на сегодняшний день, конечно, я получил, не скажу, что колоссальный опыт, но большой опыт, в плане того, что я научился более-менее зарабатывать деньги, как-то их экономить, то есть, и это дало мне задаток серьезный в будущем, что если что-то нужно будет, то я не пропаду. А на что зарабатывал в школе? На гулянке, на какие-то там... А велосипед-то, наверное, уже был, да? Да, нет, велосипеда не было, я зарабатывал немножко на другое, я зарабатывал на обучение, на права, но все-таки у меня с этим получилось как-то не очень удачно. Анастасия, какой у тебя пример? Я знаю, что ты тоже работала в школе, так, да? Да, я тоже работала, причем это была такая не сколько работа, сколько подработка, потому что, ну, опять-таки, нет 18 лет, и многие работодатели, к сожалению, ну, или к счастью, очень серьезно к этому относятся. Я работала тоже, конечно, где придется, я помню, я и на звонки отвечала, и листовки раздавала, и вот единственный вывод, к которому я вот прям пришла вот после этой тяжелой работы, а это достаточно тяжелая работа, вот постойте в минус 30, пораздавайте листовки людям, это не так просто. И вот я, ну, это на самом деле очень хорошо, я очень за то, чтобы дети в таком возрасте работали, потому что ты реально начинаешь ценить деньги. Ты понимаешь, что они не с неба падают, в лишний раз, то есть ты там не пойдешь и не попросишь денег там, я не знаю, на шоколадку. Ну, не очень ты эту шоколадку хочешь, все, ладно, потом, в следующий раз. То есть, опять-таки, ну, нужно границы видеть, потому что есть дети, которые, ну, к сожалению, просто не понимают, они просто избалованы, и, ну, это тоже нехорошо. Ну, к сожалению, сегодня не смогла присутствовать трудовая инспекция, но они прислали нам такую памятку, и, в общем, там говорится, что закон не запрещает работать детям, но с 14 лет, Роме еще 13 лет, насколько, да, я знаю, и обязательно, чтобы это не мешало, чтобы это не наносило вред здоровью, да, чтобы это одобряли родителей, чтобы это не мешало учебе. И вот важный момент, а как каждый из вас учится? Давайте с Ромы начнем. Как ты учишься? Пятерки, четверки или тройки все-таки где-то? Есть тройки, есть четверки. То есть тройки есть, да? А ты знаешь, что есть истории миллионеров, которые учились на тройке, а потом стали богачами? Не слышал про таких? Не знаешь? Нет. Вот мне кажется, сейчас такая тенденция, что не станет ли это руководством к действию для многих подростков, что, а зачем мне учиться? Я же могу вот выйти, заработать в таком юном возрасте. Сергей, как ты считаешь? Моя точка зрения, она немножко радикально в этом плане. Отличается от Минтруда. В принципе, есть даже истории, когда люди и 10-11 класс-то не заканчивали, шли работать. Здесь момент такой, насколько... Ром, тебе интересно в школе вообще на уроках? На всех уроках? Это еще момент, как мама отнесется к такому решению. Да, давай представим, что мамы нет. На скольких уроках тебе прям интересно? Это на русском, на литературе. На русском, на литературе. На истории. На истории. На обществе. Ром, ты золотой. Все, не продолжай. Все, тебе нужно закончить школу однозначно. Да, продолжай учиться. Всем нужно детям закончить школу, особенно тем, кто смотрит эту передачу. Учиться важно, безусловно. Но важно понимать, зачем и как можно то, что ты учишь, тут же применять, пробовать, стараться расширять мир для себя, чтобы физика была не просто глава из учебника. То же самое, чтобы истории о предпринимательстве были не просто какими-то супернедостижимыми историями успеха. Это возможность людям предоставить какую-то полезную услугу или предложить полезный товар. И третье еще есть направление, это производство чего-то. Это вот уже когда в дальнейшем Ромка станет уже матерым предпринимателем таким, он поймет, что продажи, ну это так себе, ну не очень интересно, а вот производство, вот это настоящее предпринимательство. И если ребят ориентировать на то, что ребят можно шикарное количество товаров, услуг предоставлять людям, производить что-то самим, импортозамещение, поднять страну, то тогда сразу вот этот вариант учебы, он приобретает смысл. Ну то есть, если я хочу производить, допустим, велосипеды, что мне нужно знать для этого? Надо разбираться в физике обязательно, химия, там потом идти изучать сопротивление материалов. Вот, поэтому такая перспектива, она важна и опыт такой тоже важен. Анастасия, а твой опыт в раздаче листовок, как он тебе помог в жизни? Да, если честно, никак. Ну то есть именно у кого-то в жизни, только финансовая сторона, да. Но я вот тоже в 13 лет, я работала контролером в парке, и это было не совсем законно, поэтому я не скажу, в каком парке. Вот, но я работала, и график был достаточно жесткий, то есть с 9 до 9, это то есть серьезное предприятие. И вот это вот в жизни, конечно, помогло достаточно уже серьезнее, потому что, ну ты понимаешь, что вот ты приходишь на работу к 9 часам, и уходишь ты уже, то есть после закрытия, что вот после того, как вы там все замыли. И, конечно, это, не знаю, это серьезнее делает на много человека, потому что ты уже понимаешь, что жизнь-то оказывается не такая легкая, как ты думал раньше. Ну и в этом вот, в этом вся прелесть просто, то, что ты понимаешь, что вот тебе что-то нужно, и ты можешь пойти и заработать на это сам. А что ты хотела получить в этом возрасте? Айпад я хотела. Получилось? Получилось, да. Здорово. У нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Какой у вас вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. А можно задать вопрос, Роме? Конечно, да. Как он слушал за бабушку? И как он сказал у бабушки? А? Еще раз можно? Как он слушал за бабушку? Как он жил у бабушки? Как ходил в школу? Как ходил? Не дедушка. Переживают, как ты ходил в школу, когда жил у бабушки. Возможно, просто... Спасибо за вопрос. Возможно, просто люди переживают, учишься ли ты в общеобразовательной школе. Ну, я думаю, что учатся, да? Ты просто на каникулы, да, к бабушке поехал? Нет, не учил там. Жил. Какой-то ли? Просто, да, был такой период, он... Просто был такой период, он два года жил у бабушки по семейному обстоятельству. Поняла. Сейчас мы забрали его в семью. Ясно, ясно. В общем, видишь, какая ты знаменитость, людям уже даже такие детали интересны в твоей жизни. Так что все, теперь привыкай. Вот. Возвращаясь к разговору, да, заработала на iPad. Есть ли у тебя теперь ощущение, что ты в жизни можешь чего-то добиться, да, и даже большего, чем просто заработать себе на какую-то, да, там, игрушку, каких-то более высоких вершин? Ну, это может быть не ощущение, это может быть как цели, как мечты, то есть я понимаю, что да, если я захочу, я и в космос полечу. Понятно, что очень круто, когда приходят понимания именно вот в таком достаточно небольшом возрасте, 15-16 лет, когда ты понимаешь, что тебе, чтобы там на что-то заработать, тебе совершенно не обязательно, там, просить родителей, там, как-то, не знаю, убиваться, умолять, на коленях стоять. Нет, ты можешь делать это вполне сам, и вот эта вот самостоятельность, это очень важно, потому что, ну, как вот жить и зависеть от родителей всю жизнь? Ты же не будешь всю жизнь у родителей деньги на шоколадку просить? Нет. Поэтому только так. Только серьезно. Данил, у тебя такое же мнение или с какими-то поправками? Потому что ты упомянул, что я больше, да, там, ставил в приоритет учебу, правильно, в школе? Ну, как бы да, но... А закончил-то как? Закончил я ужасно, у меня в основном одни траки в аттестате, но, как говорится, не оценки главное, а главное, что у тебя находится в голове, то есть с каким пониманием ты относишься ко многим вещам. Вот, я так считаю, это мое мнение, что самое главное, как ты понимаешь жизнь вообще, в принципе. У меня, да, такое же мнение, то, что ты не будешь постоянно сидеть на шее у родителей, ты должен будешь на что-то сам заработать, ты должен будешь как-то в дальнейшем содержать семью. Но на данном этапе моей жизни, скажем так, для меня, опять же, приоритетом является учеба, чтобы не вылететь с университета, а доучиться, получить диплом и уже пойти работать по профессии. Ну, кстати, к слову, ты же учишься на журналистике, да? Да. Например, когда я поступала, я думаю, это и сейчас актуально, приветствуется в вузах опыт работы, то есть даже уже больше смотрят не на оценки, а на какую-то внеучебную деятельность. Вот такая тенденция, она, опять же, о чем она говорит в нашем обществе? О том, что все больше от детей какие-то завышенные требования, или наоборот, это хорошо и здорово, что ребенок не зацикливается только на оценках и ищет какие-то другие пути. Вообще опыт разнообразный, это хорошо всегда для ребенка. Единственное, что я бы хотел выразить благодарность тем ребятам, которые поддержали Рому, вот, взрослым. Я считаю, что вот возможность получения этого разнообразного опыта у молодых ребят будет гораздо больше, если взрослые не будут бояться привлекать к своей интересной взрослой деятельности ребят. Минимальные задачи какие-то, самые простые, от отца к сыну, от матери к дочери, даже просто, если вы видите, общаясь взрослой, если вы видите какой-то интерес у детей, даже у детей своих знакомых, не бойтесь дать какое-то мелкое задание, при этом обговорив, что, ну, не получится, это тоже будет опыт. Отрицательный опыт, там, что-то не сложилось, там, не успел, не попал в сроки, ну, в следующий раз у тебя получится. И вот, если больше таких будет ситуаций у детей, при этом при поддержке взрослых, даже в случае провала при поддержке, это будет давать уверенность ребёнку, и выйдя во взрослую жизнь, он будет верить, вот, как наши замечательные молодые люди, верить в свои возможности и не бояться бороться за новые проекты. И не сидеть мучиться на одной работе 20 лет, ну, исходя из опасности того, что, ну, куда я пойду, куда я пойду. Я напоминаю, что у нас работает голосование, вы можете тоже выразить своё мнение по этому вопросу. Вопрос звучит так, стоит ли подросткам работать, особенно сейчас, летний период. Первый вариант – нет, наработаются ещё целая жизнь впереди, трудовая. Второй вариант – да, конечно, будут знать цену деньгам. И третий вариант – нет, нужно отдыхать летом. Я хочу спросить у Виктории, вот сейчас, мне кажется, на вас определённая ответственность лежит в этом смысле. Есть ли у вас какие-то планы, может быть, в связи с тем, что, ну, такая ситуация, да, случилась? Ну, в принципе, у меня планов нет, ну, просто с такой ситуацией, вот, сейчас после этого ему предложили поработать, если у него есть желание. У меня, если есть там в посёлке трудовом, порасклеивать объявления, я у него спросила, он, в принципе, не против. Ну, у него вообще есть занятия, он, кроме этого, у нас что-то продавал, он у нас ещё занимается в церкви. Ходит, посещает церковь, учится на звонаря. Вот так. Да. Вот такие влечения, разносторонние. Да. Интересно, а горный велосипед зачем тебе нужен? Кататься, на всяких гонках участвовать. Ты уже его опробовал? Да. И как тебе ощущения? Класс. Понравилось? Да. Ром, ну, есть у тебя уже какие-то мечты, связанные с будущим? Пока что нет. С будущей профессией? Ну, вот, мама сказала, на звонаря учишься, может быть, в религиозном? Или? Или на священник пойду. То есть вот такие мысли. А как ещё помогает раскрыться работа в школе? Вот у вас было такое, что вы, допустим, в какой-то момент поняли, что это там ваше, да, и вы будете продолжать учиться? Я, наверное, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, а как может помочь работа в школе? Она просто даёт тебе дополнительный стимул, ты просто... Ну, например, ты работал в газете или... А, нет, такого опыта не было. Такого опыта не было. Анастасия тоже? Я скорее поняла, что я вот не хочу всю жизнь вот так вот бегать с работы на работу, и что скорее я выберу что-то одно, что мне будет нравиться, что мне ближе всего, чем вот то я там листовки пораздаю, то объявления расклею, то на звонки отвечаю. То есть вот так вот. То есть вот такой метод от противного. Да. Спасибо вам большое за беседу. Наше время подходит к концу, и пришел момент тот, когда мы подводим итоги голосования. И так у нас был вопрос, нужно ли подрабатывать подросткам, и больше всего голосов набрал вариант «да», чтобы знать цену деньгам. Я думаю, что мы здесь все с этим согласимся единогласно, да. Меньше, чуть меньше голосов нет, наработаются ещё. В принципе, эту точку зрения тоже можно понять. Сейчас лето, отдых тоже должен быть, да, Рома, ты отдыхать сейчас, наверное, будешь, да, во всю кататься немножко, да, отдохнёшь от этой, скажем так, деятельности. И летом надо отдыхать, меньше всего вариантов. Вот, в общем, спасибо огромное за беседу. Я надеюсь, что родители и дети, которые сегодня нас смотрели, действительно что-то подчеркнули отсюда. И, может быть, скоро мы узнаем новые истории успеха и новые мечты, которые сбылись. Спасибо.